С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом, маечки! Я серьёзно говорю! Программистов уже отпустили. Если мы не сбросим этот заказ в этом году, то никто денег не получит. Граждане, пожалуйста, ну не портите мне планы, а? У меня самолёт, Новый Год, Мальдивы. Помолчал лучше, кто-то работу стёр. Не знаю, я на диск сбросил. Ну вот и туристов отпустили. Вот у мамы в Раменском. И снег, и природа, и вся семья в сборе. И это не то. Кроме зятя. Тонь, наши семейные дела никому не интересны. А мы тоже справляем на даче у одного парня. Майя, поехали со мной? Нет, спасибо, я сегодня днём еду в Питер, тётушки. Олесь, ты зря стараешься, ты просто новенькая и не знаешь, что Майя у нас всегда на Новый Год едет в Питер под Лайди Павловой. И в этом году поедет, если мы, конечно, диск найдём. А тётушка вообще-то святое. Слушайте, а может, она вообще та самая графиня, которая знает три карты? Иван читал Пушкина. А мужиков-то будет больше, чем женщин. А женщины все такие страшные. Майя, может, я тебе попозже ещё позвоню? О, фантастика, правки, а ну? Ну-ка, скажи, а ну? Ну-ка, ну, девушки, с наступающим. Как говорится, дай бог счастья. Так, короче, за все несбывшиеся надежды. И пусть в этот Новый Год они осуществятся. Ребят, это не тот диск. Кто-то скачал музыку, перепутал диски. Вань, твоя работа? Готовился к половиной ночи на Мальдивах. Да не я, это не бога, ну. Выключите, всё, застолье закончено. Продолжаем поиски. Что? Что ещё бюджет не купила в Питер? Ну, ты с ума сошла, что ли? Ну, давай, быстро на вокзал. Иди, иди, я тебя прикрою. Ну, подожди секунду. Так, ну, это Адела Эдипауни от меня. Собачья шерсть от Редикулита гениальна. Простите, пожалуйста, можно в один на Питер сегодня? О, здрасте. Ну что, вам как обычно, на двоечку? А вы меня что, помните? В Новый год поездом-то, это же редкость. А вы уже который раз. А я только у вас покупаю. Ну, да. Работать-то охотников в празднике нету. А я всегда 31 дежурство беру. А почему? Вы одинокая? Ну, какое там. Просто платье тройнее. А у меня сын с невесткой еще двое не родили. Здравия. Девушка! Девушка! Девушка, красавица! Девушка, минус 30-е и вы. Продолжение следует... 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 Я к маме на Новый год. Меня папа сюда привез. Он на самолет опаздывает. Подождите! Пока, папа! Подождите, папа! Папа, ост... Подождите! Это не папино такси. Давай подним телефон. А где мама? Я не знаю, к кому ты говоришь. А моей маме, ее зовут Жанна. Она здесь живет. Девочка, здесь живу я. Ты ошибаешься? Нет, это наша квартира. Вон там маленькая комната. А вон там кораблик был. Где он сейчас? Вот видите, это все детство жило, пока меня папа не забрал. Миша, выходи. Ты простудишься еще. Что может быть? Ты понимаешь, что я купила эту квартиру полгода назад. Наверное, мама твоя мне ее как раз и продала. Вот и все. У меня еще ремонт идет, видишь? Тогда давайте ей звонить. Ну, куда мы будем ей звонить? И у меня нет ее телефона. Я купила эту квартиру через агентство. Так что же теперь делать? Видишь, у меня билет. Я уезжаю сегодня в Питер. Понимаешь? Красивый, желтенький. Что ж такое-то, а? Почему он не подходит? Он не может же не слышать. Ты мне правильно телефон дала? Ты папин? Да ты не бойся. Он вермется за мной. А я есть хочу. Что? Вот, пойди возьми мандарины. Возьми. Мне цитрусово нельзя. У меня на них и люди есть. Послушай, у тебя есть какой-нибудь еще телефон? Бабушки или дедушки? Не, а в это время дедям полагается, это горячее. У тебя что есть? Пойди, пойди, посмотри, что он в кухне. У тебя в холодильнике совсем вкусно. Почему там должно быть весело? Я уезжаю сегодня. Ну, ты что-то наделала? Зачем ты рассыпала мою лаванду? Я думала, это чай. Там на банке написано «чай». Я хотела заварить. Вот, перед носом у тебя стоит чай. Я умею. Ты что? Да ты что? Ты что сделала? Зачем ты взяла его в руки? Зачем ты трогаешь все? Папа Игорь приедет за мной и купит тебе новый чайник. Садись, пожалуйста. Ну, успеешь ты на свой поезд. Что-то мне уже не верится. Пей чай. Ну, где же он? Он еще какую-то музыку дурацкую включает. А мне нравится. У папы мобильник так играет. Я забыл. Мне папа дал подержать. Он мне сукот набирал. А я... Так, понятно. Папу нам уже не вернуть. Но остается мама. А папа есть в мобильник? Нет. Слушай, мы же здесь жили. Боже мой, какая новелла. Деточка, а ты можешь погладить Флавию? Не бойся, не бойся, она не царапается. Ах, маечка, я бы выручила вас. Да только я уезжаю к племяннице. Но история, я вам обещаю, может быть просто изумительная. Я не вижу в ней ничего хорошего. Ну, как же. Вы приютили ребенка, привязались к нему. А тут возвращается блудный отец. И у вас начинается роман. Мне очень хотелось бы сегодня успеть на поезд. Ну, тогда у вас одна надежда на Валю с третьего этажа. Так, пацаны, ну-ка, хватит. Быстро домой. Я кому сказала? Быстро, быстро. Вовы, Махалан, мы Вовку почти догнала. Я бы ее оставила без разговоров. Но мы через два часа к Секрови в Ковров уезжаем. Знаешь, у Жанки мужик был, она по нему с ума сходила. Мы с Огки такой интересный... Погодите, погодите, Валя. Я только хочу узнать ее новый адрес. Так, я к тому и говорю. У этого мужика сестра здесь рядом живет, Верка. В старых домах. Они у нее встречались. Она нам точно Жанки на адрес знает? Где подарок? Где наши подарки? Потом, ребят, в подъемку будут. Опять нам подарки зажили. Так, подъезд точно этот. Я однажды со знакомой здесь шла, видела, она сюда заходила. А квартира? Не знаю, сейчас будем вычислять. Она тогда с такса гуляла. Я думала, ее, а она говорит, нет соседки новой гуляла. Ей спускаться тяжело. Что же мы, Вася, квартиру, что ли, будем звонить? Зачем же вовсе? Раз спускаться тяжело, начнем встретить. Пошуем, собака залавит. Кажется, здесь. Мяу! Мяу! О, я же сказала, ты же говорила, такса. А это волкодавка. Мы же не сюда будем звонить, в соседнюю. Извините. Ну, конец тоже. Давайте, проходите. Обувь можно снимать, проходите. И за мной. Подождите. Давай. Дал, дедек, пожалуйста. Идите дальше. Вот это да. Ну, как вы, мои хорошие. Как вы, мои дорогие. Ничего себе. Сейчас, сейчас. Сюда. Так, держите инструмент. Господи. Давайте с очком подцепляйте. Давайте, давайте, подцепляйте, подцепляйте. Подцепляйте. Тихо-тихо-тихо. Сейчас, вы, садитесь. Подцепляйте. Ой, мама! Ну, зачем же вы улыкаете? Ой, господи, мама! Она жюбая! Ну, вы что, вы кричите на меня? Понимаете надо, что вы тут делаете? А я вот не понимаю, что я здесь делаю, между прочим. Сомик, с вами оставайся, Сомик! Ну, я не наступаю, не орите на меня! Вот он, вот он, вот он, Сомик, иди-ка. Раньше надо было думать. Знаете, когда закусим в старый дом затаскивали? Ну, я, что ли, вы затаскивала? А кто я, что ли? Боренька! Боренька, вот я вам привела виновницу вашего подоба. С помощницей. Они сейчас тут мигом управятся. Здрасте. О, Май, вот и дверка-то. Подождите, а вы, собственно, кто будете? Вы по какому поводу ко мне? Да так, ходим, смотрим, кому полы помыли. Какая-то странная история, я не могу понять. Ну, почему девочка жила с отцом? Вы не в курсе? А мать, что, лишили родительских прав? Да нет. Э, точно, не лишили. Просто этот козёл забрал её сразу после суда. Май, есть адрес, она теперь в Ясене живёт. Литовский бульвар, поедешь? Козюш, поеду. Ещё успею. Ой! Ой, может, я вас подвезу? Новый год, такси, всё равно не поймаете. Не странно вам возить по городу незнакомую женщину? Ну, не страннее чем-нибудь полу незнакомого мужчины. Позвольте хоть так компенсировать своё ужасное поведение. Ну, не слушайте, вы её мы согласны. Только меня домой завезите, ладно? Что значит, не можешь? Подожди. Ты же обещала. Смотри, какая дядечка клёвая. Ну, ты бы обратила на него внимание. Не надо, ты обращай. Нет, таких отцов сажать. Правда, Борис Аркадьевич? Мало ли, что у неё там случилось. Ой, не могу, мужская солидарность. Вот вы бы свою дочку могли так оставить? У меня сын. Ну, сына. Он у меня однажды чуть не утонул. Я с книжкой лежал, зачитался. А жена ваша что сказала? Она до сих пор об этом ничего не сказала. Столько времени? Уже? Да нет, это неправильные часы. Не волнуйтесь, успеем. А где она, жена ваша? Поехала сына навестить. Сейчас направо так короче. А у вас сын такой большой? Не маленький уже. Валентин, не отвлекай водителя. Ничего, ничего. Здесь направо нельзя. Вы извините, кто будете по профессии? Я буду. Дед Мороз. Ну, не хотите, не говорите. Ну, спасибочки, что довезли. С наступающим. Подождите меня минуточку. У вас тут кто-то забыл. Подходим к телефону. А вдруг это что-то важное? Алло. Жанна, это я. Извини, я тебе Ваську подбросил. У меня Сенька сломал ногу. Мне нужно срочно к нему в больницу. Уже сижу в самолёт. Я не Жанна. Да что же ты опять... Я не Жанна. Я ещё раз повторяю. Она здесь полгода как не живёт. Ну, хватит тебе придуриваться. Я же слышу твой голос, а ты придуриваешься. Дура ты ненормальная. Мне Ксеньке в больницу надо. Чуть не опоздал на самолёт. Чужого телефона звонит. Да вы дурак ненормальный. Меня зовут Майя. Я уже полгода как здесь живу. Это моя квартира. А где Васька? А дочка ваша со мной. А я с ней. Вместо того, чтобы садиться в поезд и ехать в Питер, где меня очень ждут мои родственники. Разве Бога, извини. А можно она у вас побудет? Ну, хотя бы до четвёртого. Я вам всё восмещу. Ну, в смысле расходы. Ну, идите к чёрту. Расходы. Как можно быть таким безответственным? Ну, не хотелось её по пересадкам таскать. Ну, конечно. Лучше подбросить её чужой тётке. Ну, вы не тётка. Я же слышу по голосу. Вы молодая, симпатичная девушка. Расставь все свои дешёвые штучки. Алло. Алло. Ну, что же ты в коридоре переодеваешься? Папа, ну, безответственного. Ну, просто рассыдни. Давай-ка я тебя. Иди сюда. А вообще, он весёлый и красивый. Что это? Что? Возьмите. Это? Это секрет. Какие ж тут секреты? Борис Аркадьевич, Дед Мороз. Слезай. А Дед Морозов не бывает. А вот тут-то вы ошибаетесь. А почему ты без бороды? А я же в городе. Могу с бородой. Могу без бороды. В городе вон, сколько детишек живёт. Надо всем подарки развести. С бородой заметно очень на улице. Никакого сюрприза не получается. Вот когда я в лесу, на оленях, тогда мне всё равно. Ну, вот приехали. А, пирожные хочешь? Хочу. Да, иди в кафе, выбирай любой. Я вас с моей угощаю. Борис, ну мы же торопимся. Какой кафе? Знаете, а давайте я лучше подниму сюда один. Неизвестно, что там за мать. А девочки на сегодня хватит отца. Какой мужчина. Вы Жанна? Если тебе нравится, можешь мне так называть. Валька, дура. Он, наверное, хозяйка нашей квартиры ищет. Кто там? Вам Жанна Платонова нужна. Да. А, так она уехала. Она сдала квартиру. А телефон? Жильцы знают её телефон? Да, вот номер. Почему столько цифр? Это заграничный номер. Она работает по контракту в Финляндии. Автоответчик. Майя. Даже если дозвонимся, она не успеет вернуться до отхода вашего поезда. Ребята, давайте. Где вы там застряли? Ну, пойдём, кофе выпьем. Новый год ещё не скоро. Еш, будем считать, что мой поезд ушёл. Когда папа возвращается? Четвёртого. Четвёртого. Вот до четвёртого мы живём с тобой вместе. Василиса, 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 ты что? Ты что? Ну-ка, посмотри на меня, ты что плачешь? Моя хорошая, мы завтра с тобой пойдём на каток, дружба. Слышишь меня? Мы будем кататься вокруг ёлки вдвоём, и нам будет весело. Ты меня слышишь? Майя, у вас, наверное, нет детей. С чего, Гриша? Ну, у нас каток, дружба уже лет шесть как закрыт. Могу подсказать, как опытный отец. Каток в Лужниках, ёлка в церкви, в Лужниках, ёлка. Мой сын любил церкви. Вообще-то у Деда Мороза сыновей не бывает. Как Снегур? А у меня сын, вот хоккеист. Просто дети уезжают, а внучки остаётся. Майя, знаете что? Мне сейчас на работу надо. Ну, вы знаете, от Деда Мороза подарки разносить. А в силу обстоятельств неопределиваемой силы. Снегурочек у меня нет. Дайте мне снега. Спасибо, очень лестно. Я обожаю кого-нибудь замещать. Да нет, слушайте. Не так, я не то имел в виду. Вася там будет хорошо, там взрослые с детишками будут. Она нам поиграет с детьми, а вы будете моей Снегурочкой. Нет, спасибо. Я боюсь, этот ролик не для меня. Я согласна. И я буду твоей Снегурочкой. Борис Аркадьевич, все наши пришли. Вы представляете, Галина Михайловна в руку привела. Народу полно. Ну, в общем, как всегда. Я вас только прошу, не очень долго, да? Не как в прошлом году, умоляю. Ой, ну... Пошли. Снегурочка, давай так сделаем. Я сейчас пойду к детишкам один без подарков. А когда мы тебя позовём, ты бери мешок и выходи к нам, хорошо? Майя, помогите, это он тяжёлый. Борис Аркадьевич, они сейчас там с ума сойдут. Иду, иду. Тони, буря бушует над лесом. Низ гор побежали ручьи, мороз воевода. Майя, вот от меня не буду смеяться. Смеяться? Нет, конечно. А вы мою Снегурочку, сетели. Пойдём? Ой, действительно тяжёлый какой, пойдём. Майя, я не пойду туда, я боюсь. Как не пойдёшь? Да ты что? Там же уже нас ждут, детки. Пойдём. Майя, ты меня не бросишь? Я? Снегурочка! Майя, ты меня не бросишь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, поужинаем? У меня один приятель вроде как ресторатором стал. Новогодние посетители все равно раньше один с ней придут. Нет, нам домой надо. Вдруг папа опять позвонит. И вообще, мне спать надо. Да, в новогоднюю ночь. Детям нужен полноценный сон. Хорошо. А может, все-таки поедем? Борис, вы меня клеите? Клей. Или кадриб. Как вам больше нравится? А что нельзя? Не советую. Спасибо, Борис. Было весело. Майя, может, все-таки поедем куда-нибудь? Проводим старый. Майя, а давай, кто в среду подъезда добежит? Давай. Я! 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 Ура! Ура! Я выгонок! Пошли! А где у тебя стул? Вот. Такой карлик. Великан на кухне. А когда Новый год в гости? Так. А кто спать собирался? Я кому стелю? Кто-то что-то говорил, что детям нужен полноценный сон. Это я так. В новогоднюю ночь спать обидно. И даже вредно. А твое слово сюда перенесем? Нет. Ну, Малечка. Майя, что тебе стоит? Ну, пожалуйста. Пусть-то. Давай. Пошли. А ты что, совсем армия тут живешь? Это, наверное, скучно. Не говори глупости. Только недалекие люди скучают в одиночестве. Недалекие значит близкие. Я, близкие люди, это папа. Я без него скучаю в одиночестве. А у тебя кто твои недалекие люди? Нет никого? Почему это нет никого? Есть. Тетушка. В Питере живет. Я, между прочим, каждый год к ней езжу 31 декабря в гости. Давай, давай, помогай. Она, между прочим, у меня балериной была. Танцевала в императорском театре. В Лебедином озере Третьего Лебедя. Твоя тетушка не считается. Почему не считается? Если она такая хорошая, то почему ты ей не звонишь и не предупреждаешься? А потому что она думает, что я в поезде сейчас еду. Что же я буду звонить ее расстраивать? Надо тебя с папой познакомить. Так, давай толкай. Мой папа классный, веселый, красивый. Мама говорила, что папа для женщин – смертельный номер. Берю. Послушай, хочешь, я тебе сделаю кашу? В Новый год. А хочешь, я тебе сделаю арморитр. Что это? Это хлеб, вымоченный в молоке с вареньем. Мне бабушка так делала. Арморитр – значит, бедный рыцарь. Значит, на Новый год у нас будет три бедных рыцаря. Потому что больше из этого не получится. Нет, это не праздник. Скатерть нужна. И тарелочки красивые. Василиса, у меня нет. Как это? Совсем-совсем? Здесь вещи из моей старой родительской квартиры. Я их с переезда не разбирала. Мне было как-то... Не расчем. Говорю. Ух ты! Космонавт. Сюда. Лампочки нужны. Чего нет, того нет. А это что? Она не работает еще с моего детства. Даже не знаю, почему мама ее не выкидывала. Василиса! Этого не может быть! А хочешь, я тебе свой клад покажу? Клад? Пойдем. Это мой зая. Он меня здесь ждал. Когда папа меня забирал, я его здесь спрятала. Красивый зая. А у тебя голос на мамину похож. Что ты говоришь? Правда. Знаешь, если я попрошу, то папа обязательно на тебе женится. Будем жить вместе. Ну, раз мама уехала. Знаешь, у взрослых так не бывает. А в Новый год все бывает. Ну, бог с ним. Все. Василиса, провожаем старый год. Начинаем Новый год. Майя, кто это? Не знаю. С Новым годом. С Новым годом. Вы, наверное, ошиблись этажом? Нет. Майя, я в этой квартире лет шесть прожил. Папа! Папа! Носики. Самолет задержали до трех часов, я сразу рванул к вам. Между прочим, с начала прошлого века в Москве существует телефон. И перед тем, как рвануть, можно было позвонить. А я звонил. А вы не подошли. Я даже начинал волноваться. Вы где были? Мы на праздники были, пап. Я была с ним грудочкой. Да ты что? Хочешь, кокошник покажи? Ой, покажи, покажи. Покажи, кокошник. Делай. Между прочим, перед тем, как девочку оставлять перед закрытой дверью, тоже можно было тогда позвонить. Я звонил. Три раза, честное слово. Конечно. Вы подошли, я думал, дома Жанна, все в порядке. Ну и... Вы мне не верите. Ну вы же мне сами сказали, чтобы я, извините, принял микстуру от кашля. Вы трубку взяли, а я повесил. Очень мужественный поступок. Ну я же думал, что это Жанна, а у нас с ней в последнее время вообще разговора не получается. Жанна это моя бывшая. Действительно, получилось, черт знает что, вы меня извините. Да не то слово. Вы девочку испугали, мне новый год сорвали. Знаете, я виноват. Но я исправился. Во-первых, я выкомпенсирую ваш билет в Питер, сколько я вам должен. А во-вторых, по поводу Васьки я договорился в аэропорту, я беру с собой. Что? Будете ребенка из аэропорта в аэропорт таскать? Прекрасно. Это игрушка или ребенок? Ну а что делать? Выход какой? Вас кашель и насморк. Возразите ее, я вам вообще ее не отдам, она останется здесь. Подождите, а как же ваши родственники Питер? Ничего. Если на Новый год не поехала, то первого, четвертого, какая уже разница? А может до шестого? Мне еще детей, брат, в другой город надо перекинуть. Майя, я вам сказал по телефону, что вы симпатичные. Вы меня извините, я вам соврал. Вы чертовски симпатичные. До шестого. Я вам уже сказала. Только, пожалуйста, избавьте от комплиментов меня, хорошо? Отлично. Самолет три часа. Значит, встретим Новый год с дочкой. Ура, папа, да это с нами! Вообще интересная история получается. Вам моя дочка понравилась, вы тоже по коже проглядывались. И как я погляжу, вы все-таки не замужем. И за вас не собираюсь. А если и ваша судьба? Идите к черту! Вы... Врун, болтун и хакатун, точно как у Русонского. Ну, вообще, я хороший парень. Правда. Ну, по крайней мере, вас будет кому открыть шампанское в Новый год. О! Как получилось прекрасно. Спасибо, дочка. Здорово получилось, папочка. У нас как раз три бедных рыцаря. Эти бутербродики так называются. Мировой закусован. А мы не объедимся? Если вы помните, я не собиралась справлять здесь Новый год. Ну, ничего, ничего. Зато у вас будет возможность убедиться, что такое настоящий мужчина в доме. Вот это мой папа. Вот. Прямо у вас новую купил. Новогодний сюрприз. Золотой слиток. Открываем. Так. Что тут у вас есть? Икра лососёвая зернистая. Открывай. Чудный вечер с вафельной крошкой. Олей. Оп. Не понял. Русский фейерверк. Правила хорошие. Так это отлично. У нас ещё и фейерверк, и шампанское. Папа, это фитиль. Фейерверк. Это фитиль. Сволочи. Что такое мужчина в доме, я теперь буду знать. Ну, зачем делать такие поспешные выводы? Ну, зачем-то нас с Васькой к вам сюда занесло? Под Новый год. Ясно, зачем. Чтобы у меня пропал билет в Питер. Ну, с наступающим. Мэй, кто это? Не знаю. Ты не знаешь, кто это? С Новым годом. Поздравляю. Счастья, радости желаю. Новогодний сюрприз. Золотой слиток. А? Это вам. Ну, и я к вам. Знаете, у меня после потопа совершенно нет электричества. Свечи в новогоднюю ночь так романтично. Ну, пить хочется. А у вас шампанского полно. Очень чай хочется попить. А у меня электрический чайник. А почему ко мне? А я не к вам. Я к Василисе, она же моя Снегурочка. Неужели у вас нет никого ближе? Вы как раз очень недалеко живете. Снегурочка! Где ты? Я здесь. Познакомьтесь. Это Борис. Это Игорь. Я отец Василисы. А, нашлись. Слава Богу. Вы за девочкой уже уходите? Напротив. Я только что пришел. Сейчас с дочкой будем Нового год встречать. А вы, собственно, кто? Папочка, это же Дед Мороз. А что, не похож? А-а-а! Дедушка! Да что ж вы стоите? Ну, проходите. Устали, наверное, уже. Спасибо, сынок. Ну, Снегурочка, неси бокалы хрустальные, приборы золоченые. Армуритер. Бедный рыцарь. Красиво. Мне бабушка тоже делала. Правда, не на Новый год? Май, а вы сторонница изысканного минимализма? Между прочим, их только три. Ничего, папочка. Я сейчас разрежу. Что ты? Ты забыла, что у Деда Мороза всегда целый мешок подарков? А? Так, что у нас тут? Икра зернистая. Шампанское. Печенье. Подождите. Подождите-ка, подождите. Что это такое? Что это такое? Чурный вечер. И что ж такое-то, а? Дедой, возле киоска брали у парня в шапке. Угу. Ну что, пойдем спустимся. Рыло ему начистим. Мне кажется, не за что. Он же написал новогодний сюрприз. И золотой слиток там есть. А давайте встретим Новый год. Нет, по крайней мере, давайте проводим старый. А давайте рыцарей разыграем. Так. Я гашу свет и на раз, два, три, кто первый возьмет. Точно. Давайте. Так. Раз. Два. Два. Только не жухать. Самини-три. Самини-три. Здравствуйте. Три. Три. Два. А вы тоже с нами будете Новый год встречать? Майя, а ты говорила, зачем нам столько много тарелочек? Познакомьтесь, это моя подруга Инна. А это Владимир Петрович, руководитель нашего отдела маркетинга. Он помог мне сумки привезти. Молодец, подруга. Молодец, отдел маркетинга. По-моему, у нас наклевывается закуска. А кто это? Я Игорь, а это Дед Мороз. Здрасте. С вашей свидетелькой. Да. А ты почему не уехал? Из-за меня. Совершенно неправдоподобная история. Ну, просто бог знает, что такое. Не тяжело, дедушка? Ну, что с оном-то? Крепкий столик. Я понимаю, Майка, как ты могла бросить тетку? Она все-таки пожилой, больной человек. Как она могла бросить меня? Я же ребенок. Значит так. Девочка поедет к моей маме. Она все равно дома и будет только рада. Так что вы, Игорь, можете смело на самолет. А я вызову вам такси. А мы с Владимиром Петровичем отвезем девочку к моей маме. Майку мы собросим на вокзал. Ну, какой-нибудь ночной поезд все равно едет. Извините, но... Ну, а с вами-то я так думаю, что вообще не должно быть никаких проблем. Потому что вы, как я понимаю, москвич. Значит, вы можете просто отправиться к себе домой и все. Со мной нет проблем. Проблем с Новым годом. Вот через 20 минут. Что? Ну, вот так вам и вашему... Ну, пожалуйста, не надо мне смысленный интонат. Ребята, мы опознаем. Давайте. А почему? Прекрасный мужской подарок и отличный шарф. Я знаю, Инн. Хорошо. Я могу все забрать обратно. Ну, пожалуйста, можно я тебе завтра все объясню? Ну, с наступающим мой. Кто это? Знаю. Я открою. Ты что думал, я к маме в Ременское уехала, да? Привет, Тонь. Здрасте. Здравствуй, Тоня. Вот, познакомьтесь, пожалуйста. Это Борис, знакомый Майи. Это Игорь. Это его дочка Василиса. А это моя жена. А вы здесь все чего, я не поняла? Ты знаешь, у Майи возникли трудности. Ей подбросили чужого, незнакомого ребенка. И, естественно, она обратилась за помощью к своим товарищам по работе. И мы, естественно, откликнулись. Вот, собрались здесь, чтобы помочь ей в трудную минуту. А почему это вы именно с сынной собрались? Ты же прекрасно знаешь, что Иван улетел на Мальдивы, Алиса уехала за город. Если бы вот ты была дома в тот момент, когда Майя позвонила, а не у мамы своей, ты бы первая пришла ей на помощь. Между прочим. Ой, господи. Ну что, успокойтесь. Сколько это будет продолжаться? Дедушка Мороз, раздвигаем. Ну, с наступающим. С наступающим. Ой, это меня. Мой муж из Хантомасийска звонит, меня поздравит. Алло, Андрюшечка, да, привет, я у Майки. Нет, не одна. Ой, ты знаешь, у Майки тут такое стряслось, да, и мы все собрались ей помочь. Ну, поэтому, глаза... Глаза, глаза. Не, я потом расскажу. Что? Нет, не с кошкой. А кошка... Кошка убежала. Ну да, беременная. Ну, как я тебе и говорила, да. Ну, Андрюш, ну как какая? Ну, обыкновенная кошка. Ну, не знаю. Ну, как же ты можешь нам помочь, радость моя. Пока ты доберешься из своего Хантомасийска. Я не буду открывать. Я открою, открою. Алло, алло, алло. Всем привет. Андрей. А вот и ваша кошка. Гляжу внизу сидеть, ну, думаю, точно моя дура, иногда упустила. Держи, держи. Как тебе мой сюрприз, а? Андрей. Потрясающе. Меня пораньше отпустили, ну, думаю, дай-ка я своей Инке-то сюрприз сделаю. Привет. Привет, мой хороший. Держи. Держи. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, Году. Привет. Привет. Борис. Андрей. Игорь. Ну, я думаю, приеду к Инке-то. Чё ты будешь думать, здесь с одной, а с кошкой-то Новый год встречать-то? Ой, 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 салатики, ой, узнаю. Ну, пробовали? Нет. Зря. Простите, а я не поняла, при чём здесь кошка? Раздевайся, иди быстрее. Да? Ты что? Иду, 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 иду. Стой. Выпей. Зачем ты это трогаешь? Ну, Новый год же поставить. Что вы кидаетесь? Ребёнок пытается разведить обстановку, музыку послушать, тело спрямо. Спокойно, всё сейчас я поставлю. Что за его так? Да, ребёнок? Ой, папа, что это? Это не музыка. Это наш диск. Ребята! Да ты что? Откуда это у тебя? Там конверты было. Это конверт вон там в сумке лежал. Ой, это, наверное, я. Я перепутала конверты. Май, а что если мы... Я вхожу, вхожу, я в интернет уже. Точно, 31-й ещё не кончилось. Если отправим до 12-ти, время наше. Ну, 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 ну. Май! 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 Новый год! Вы что, с ума сошли? Давай-давай-давай. А Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok